добрый день дорогие мои девочки и не девочки значит я сегодня хочу наконец сделать обзор вот этих двух журналов это вот журнал впервые полностью на русском языке burda extra книг голландский дизайн вот что основное я прочитала так это значит один журнал который мы купили вчера я уже успела его так бегло осмотреть а этот журнал мы купили уже давненько и уже кое-что я в закрытой группе рассказала о нем но сейчас расскажу подробнее так значит 20 номер а это второй номер за двадцатый год но сразу скажу об этом платье да это ретро я так поняла винтаж да ну красивое платье у меня вот смущает вот это нагромождение драпировки под грудью или между грудью и животом и талии ну вот это мне непонятно но так в общем смотрится красиво но не мою как говорится давайте начнем прям таки с картинок ну тут все не хватает времени наверняка тут много интересного и наверное надо это все читать не наверное точно надо но к сожалению времени нет а я смотрю картинки интересные и вот что я люблю картинки из ателье до фрагменты работы процесса все очень я это люблю наверное обязательно за кофе прочту значит вот это платье у него интересная спинка здесь нет никаких лишних деталей вот спинку бы я сделала такое а вот это вот нагромождение этого бы я не делала девочки хороший вариант для выпускного на мой взгляд не обязательно принтовая принтованная ткань даже я думаю что лучше однотонная ткань но вариант интересный для именно какого-то события дальше жакет традиционный любимый фасон и но если на картинку гляну здесь вот что-то да вот не учли что то ли то ли не аккуратно здесь какая-то то ли не учли что широкоплечья модель а так вообще ну без проигрышный вариант классическая модель такого жакета здесь видите как интересно что яркая подкладка но это уже такой тренд я очень люблю когда подкладка яркой и люблю когда вот так подкладку видно когда отворачивают рукава так дальше что ну блузка хорошая блузка мне нравится и кстати очень со вкусом принтованные казалось бы обе ткани но со вкусом это все подобрано юбка девочки обратите внимание на эту юбку она украсит мне кажется любую девочку с такими карманами так что берите на вооружение так а вот значит брюки по выкройке которых я шью себе данный момент мы снимаем мк такие брюки из джерси здесь значит вискозная ткань рекомендуется с принтом да но я уже убедилась что эти брюки можно шить из льна из вискозы из тонкой костюмки тонкой и в том числе из джерси замечательные брюки получаются обратите внимание то есть они здесь укороченные вот мне нравится вообще сочетание цветосочетание какой вот видите бурда заметно улучшила вот этот момент да сочетание как ты считаешь красивое сочетание так вот это вот косуха который мы вчера прямом эфире по моему кто-то упомянул меня она абсолютно не не воодушевила вообще есть бурди гораздо интереснее косухи тут и посадка мне не нравится и и сама косуха не нравится поэтому если мы решимся на косуху мы все-таки выберем другую модель я так думаю что вот это вот ворот он как бы и не ворот косухи да тут по-другому должно быть ну одним словом это я не одобряю так а вот это вот жилет который нас покорила которым я говорила в закрытой группе и рекомендовала девочкам обратить внимание на эту модель данном случае она шита из хлопчатой бумажной ткани но это катон такой такой тренчевый я бы сказала катон и чуть глянцевая да и насколько я понимаю но это неважно фактура вот этот жилет как нет это платье они называют это платье я бы назвала платье жилет отлично будет смотреться из с водолазкой и сам по себе нравится мне здесь карманы но мне здесь все нравится и даже нравится сочетание с брюками ну была уже такая мода я своим клиентам давно шила такие сочетания то есть почти платье и брюки кстати говоря в закрытой группе да мы шили жилет и там в общем то лифт похож так что можно поэтому м к который вы снимали а там более сложная модель и шить вот такой вот жилет не нравится проима здесь ну все короче говоря все нравится девочки очень рекомендую стильная вещица получится из кстати из из вельвета хорошо бы сшить но ткань должна чуть держать форму такая не хлипкая не опадающая вот плотный катон плащовка может быть обратите внимание очень понравилось и вообще картинка нравится дальше идет что ну вот это вот блуза она сомнительно на мой взгляд вот это вот часть но опять же есть любители почему нет вот именно мне не нравится вот это разно великая длина ну а вот у вас в остальном мне модель нравится как она сидит тут не понять значит вот эти брюки которые она и понравились и которые мне понравились это модный фасон сейчас вот готовые джинсы бывают до такого силуэта но тут есть один момент кто не боится что как бы ноги кажутся чуть футболь футбольными ногами да как у футболистов если вы этого момента не смущаетесь то пожалуйста шейте сами по себе брюки интересные бананы но это брюки бананы да такие то на все осенние здесь значит блуза с баской но я баски не очень люблю поэтому меня она не впечатлила так вообще светосочетание мне нравится ну кто любит и говорят что баски скрывают недостатки подчеркивают достоинства это модные критики говорят возможно но у меня кажется немножко ретро модель меня это не вдохновляет на на данный момент а свое время конечно и очень много шила басок когда их было не так много в журналах вот это платье я на него тоже обратила внимание в закрытой группе потому что такое из джерси можно шить что здесь а плотное трикотажное полотно с авастаном то есть джерси из джерси такое платье шить она ничего такого сверх особенного но вот эта деталь изюм этот или пола сделать застежку как я показала в закрытой группе с молнией мне кажется в пир мир в добрые люди если подобрать аксессуары очень даже красивое платье на мой взгляд и силуэт хороший и выкройка хорошая хорошая тем что видите здесь такая полу французская вытачка я бы ее назвала так и на вот эту вот модель я обратила внимание девочек в закрытой группе тоже мне нравится это платье но я бы его сделал из однотонной ткани а так скромное элегантное без излишеств платье мне кажется очень даже можно шить вот смотрите здесь на любой случай до подборка как можно сочетать с другими подбирать полностью весь образ ага это вот смотрите вдохновение для того же лето да я так понимаю с модных подиумов но мне нравится вот именно этот вариант мне нравится тем более есть это сделать из клетки виши или из гусиной лапки так что дальше но вот эти вот кофты они мне не нравятся сразу скажу какие ну слишком много такого на рынках и я думаю что это не украсит может быть так на каждый день бегать дома так опять вот это уже в белом варианте этот жакет но жакет это замечательный вот это классика мне нравится здесь как лацканы смотрятся экстра класс да из надо на весну можно сделать красиво так и вот эти вот брюки которые я шью сейчас и блуза давно блуза это блуза мне нравится больше чем та предыдущая вот пожалуйста брюки широкие горошек такого мы не видели еще ну может быть слишком длинные стойка не очень красивая так вообще не было за это не нравится не знаю есть она тут или нет интересная блуза по моему и и здесь нет тут какие-то детали тот же тоже платье но увидев в клетке она не так эффектно смотрится ну тут видите какой-то офисный вариант я кстати кому-то из девочек кто-то собирался в офис юбку шить но них и не хотел казаться как бы не современным я порекомендовала именно если в офис тушить вот этот вариант такой жилет белая блуза ну галстук надо или нет не знаю но вообще мне очень нравится для именно для офиса не скучно и в то время и в то же время приемлемо вот платье в клетку по той же выкрики что я говорила уже было платье мне не это тоже нравится что еще но опять же вот это разная великая длина ну вот в этом варианте мне нравится если девочки носят вот такие вот скинни дает аджес и ботинки не сказать что это сейчас прям так популярным мне кажется мода уже на такое ушло правильно ну кто любит пожалуйста у джабо интересное наверное показано тут показано как его сделать но мы кстати в мк по сорочке делали поинтереснее покрашение так вот эта блуза которая вот на велосипеде каска кататься самое но только я не совсем уверена что надо из поперечной полоски это делать ну а так принципе кто любит такой трикотажные кофточки из тонкого трикотажа пожалуйста брюки здесь другие наверное выкройки нет да тут на резинке брюки тоже модно сейчас мне нравится цветосочетание все вместе что еще вот это вот значит смотрите я к своим брюкам которые вот на резинки такие он спортивные что ли шью буду шить вот эту вот блузу для работы но я так поняла что это красиво выглядит это можно и не для работы шить там опять же мк на канале будет здесь у меня будет трикотажный подвяз лампас где-то ну вот по этой выкройке посмотрю что за выкройка буду ее корректировать если будет необходимость но все это мы покажем на канале вот те же брюки наверное другая ткань здесь более голубая но мне эти брюки очень нравятся высокие девочки со стройными ногами по моему стоит шить такие брюки опять же блуза мне кажется такую молодую девушку нарядить в такую блузу с маской ну и вот это мне не нравится а это нравится и это нравится вот пожалуйста анорак да здесь ну и худи как сейчас говорят вот и чем он интересен что здесь добавили вот такую вот отлет куда такая такая деталь давно уже какая-то свежая струя худи сейчас все с ума сходят по ходе у нас кстати на канале кому надо посмотрите там есть пошив худи подобного но у нас отделка на элит мне нравится этот вариант если было бы у меня ткани побольше я бы сделал себе худи вот вот такого плана так вот блуза что здесь блуза как мне кажется ничего так вот этот необязательно было делать но они решили изюминку такую внести тоже ничего так а что вот это вот непонятно просто картинка здесь юбка юбка кстати говоря и ствида юбка девочкам молоденьким почему нет вот такой фасон но это та косуха который крой который мне не понравился в данном случае она из из жаккарда я так понимаю здесь она лучше сидит но все равно она меня как косуха она меня нет то есть полу косуха полу жакет не вдохновляет так а сейчас ну что я уже рассказала вкратце об этих моделях ну а о выкройках мне кажется техническом рисунке уже как-то и лишний говорить для полных вот этот что для полных девочка вот для полных пожалуйста беспроигрышный вариант платье рубашка почему нет посадить на себя и мне кажется всегда популярна кстати говоря когда я вижу именно платье рубашку даже даже с кроссовками на полных девочках да спать пальто кроссовки и под пальто и спринтованной ткани платье рубашка это гораздо интереснее смотрится на полных дамах нежели вот эти вот джинсы в обтяжку с короткой блузы но это это элегантно красиво уместно и тем более сейчас это модно с кроссовками чтобы быстро передвигаться я вам советую но остальное что ну сорочка обычно без вот этих вот дел это уже надоели эти вот заячьи уши мне не нравится жакетик пожалуйста ну вот видите как вот неграмотно подошли это для полных и обратите внимание где расширяются вот эти вот лацкан это да где он расширяется в самом невыгодном месте да и вообще зачем это делать на полной фигуре на полной фигуре чем лаконичнее вот этот жакет тем лучше лучше сделать бейку вот так по краю а вот эти вот детали они только расширяют и шарма не придают никак так ну вот эти вот кофты я тоже не люблю брюки кстати говоря подобное как я себе шью вот почему нет на полную фигуру пожалуйста если вам понравится то что вот мы сделаем на mk а у вас размер плюс я все-таки советую вам сделать вот такие брюки хотя бы для того чтобы дома носить так что здесь ну вот эти платья которые вот три платья которые я очень советую шить но это платье я уже сказала о нем вот это вот мне понравился что это я пока не увидела такой тренч укороченный не знаю как назвать это очень модно завязки эти все драпировки опять же кулиска или не кулиска вот кстати говоря интересная модель вот жакет и вот два жакета которая мне не нравится и вот здесь модели для детей и мы сшили уже брюки на канал вы увидели вот эти вот по этой выкройке и значит вверх будет у нас по этой выкройке мы пока его не шили ждем принта принта так вот пожалуйста и детские модели вход пошли вот эти юбки которые я советовала брюки в общем здесь посмотрите мне здесь почти все нравится и даже картинки нравятся чего раньше не было так а что здесь есть показана обтачка так вот она да девочки ну очень мне нравится все мне нравится и даже это вот что как это называется такая шапочка короче мне вот этот образ очень нравится казалось бы да переборщили с принтами и туфли но но я всегда любила когда какой то есть головной убор и очень жалко что редко пользуется тренч мне прям а хит сезона тренч мне укороченный тренч мне давно хочется кому-нибудь сделать укороченный тренч кому-нибудь из клиентов я имела ввиду но я теперь уже поняла кому надо делать девочки обратите внимание мне очень нравится вот это вот модели то что она извите из мягкой какой это не плотный хлопок видно что такая мягкая модель вот на весну и цвет красивый очень советую единственно чтобы я здесь дело но как я обычно это делаю вот эти вот тоже вот плацканы мне не очень нравится я бы их чуть уже сделала но я бы еще изменила здесь воротник сделала бы так чтобы вот этот как это по-русски называется но короче чтобы здесь не было вот это вот такой такой разницы да чтобы они соприкасались надо немножко отмоделировать верхний воротничок и немножко нижний так что здесь вот эти брюки о которых я говорила вот мне очень нравится посмотрите какой я вообще не видела не обратила внимание на этот образ ну прекрасно наверное здесь есть и этот жакет ну хотя я не видел этого жакета в других бурдах наверняка есть такой вот жакет смотрите льняной судя по тому как помялся жакет сорочка беспроигрышный вариант шить сорочку на полную фигуру не на полные не посмотрим здесь пол что ли ли но не понятно что здесь но в любом случае обратите внимание какой красивый образ полосатые брюки укороченные даже видите вот но это для высоких скорее но тем не менее обратите внимание плюсики на вообще на весь этот комплект и можно его сшить если не найдете выкройки в этом журнале других журналов наверняка есть выкройка вот этого жакета так ну вот это мне не нравится вообще и зачем вот эти вот хвосты висят здесь даже стройную девушку сделают не стройной ну и вот вот этот жакет ой тут видите много чего мне не нравится для плюсов поперечная полоска и вот этот вот лацкан но вообще сама выкройка должна быть нормальной для кардигана легкого для трикотажного что здесь эластичное трикотажное полотно до из джерси можно шить но изменить либо вообще не делать вот этого отворота платье рубашка которая говорила да здесь а тем более здесь по косой скроенная юбка тоже кстати говоря правильно так это тоже не то и это тоже не то прям такие у них какая-то болезнь на полные фигуры делать поперечные полоски вот здесь вот продольно совсем другое дело так блуза обычная что здесь все да а детские модели которые мы шьем да вот это вот вот что мы будем шить с отёшей здесь оказывается тоже какое-то украшение есть брючки мы уже шире давайте посмотрим как они смотрятся в журнале те брюки которые вот они да ну кстати говоря у нас интереснее получились брючки потому что а вот ребенку не сделали по моему мы не делали стрелок да ребенка это не обязательно но вообще стрелки даже на трикотажных брюках очень полезная деталь все девочки значит вот это мы обозрели и теперь у нас есть возможность сравнить то что было здесь и то что здесь этот журнал меня нас очень разочаровал но здесь в брюки да но я не скажу что это плохо сидящие брюки это классическая посадка и вот принципе вот эти заломы как мы их называем они помогают движению но это нашим девочкам хочется чтобы брюки были похожи на колготки я пришла к такому выводу пока не добьются чтобы их брюки сидели как колготки они не успокоятся ну стараемся помочь в этом значит ну вот здесь вот кстати говоря так ничего образ более-менее цвета сочетают вот это меня вообще возмутило возмутило тем что во первых вот не надо вот данном случае от паховую зону вообще вообще не надо открывать вот цветами более-менее мне нравится дайте пастельные цвета не сочетаются и это что вязаное или или что это фактурное вязаное полотно которое можно сшить я так поняла да ну не знаю нужно ли его шить так принципе на картинке нормально она человеке мне не нравится вот эти красные туфли на такой платформе нам вообще меня убили они тут совершенно ни к чему вот говорили девочки что брюки хорошо сидят вот кстати говоря очень даже сзади хорошо сидят брюки эти ну и спереди в принципе так что если вы хотите попробовать можно попробовать брюки вот из этого журнала что мне не понравилось в этом журнале вот эти две парки но из-за парок покупать журнал не стоит потому что подобных очень много в бурдах электронная выкройка детской куртки ну я так думаю что в городе тоже можно найти детскую парку вот это мне понравилось все остальное понравилось технический рисунок вот этого свитера пуловера вот как это скомбинировали в принципе интересно так ну вот смотрите опять же красный это у них фишка такая красные красные эти обувь туфли и комбинезон да она вот идея неплохо то что вот видите спинка задняя половина из другого цвета идея неплохо но все это как-то не знаю как какие-то ползунки смотрятся меня это не вдохновляет абсолютно разве что для отдыха шить себе комбинезон вот этот ничего так дальше вот это вот деталь мне тоже не впечатлила вот платье халат и пальто халат да ну таких пальто в бурде очень много ради пальто не стоит его покупать значит платье вот это вот не знаю была мода в свое время но фигуры если честно говоря не красят вот такие детали может быть это интересно для плюсиков шить что-то необычное но элегантности это не добавляет здесь вот тоже брюки оказывается есть да не знаю по моему наши брюки интереснее который вот мы шьем из борды вот этот свитер сам технический рисунок мне нравится но как все это выглядит мне не очень нравится вот это мне вообще не нравится я не поняла зачем эта деталь здесь а это платье может быть ну кстати говоря вот это так и ничего уже то ли я присмотрелась ну кто любит вот такие вот необычные сочетания вот казалось бы может это все полноту скрадывать я так поняла это для большого размера да ну как то все отдельно смотрится полностью образ не смотрится ну короче не нравится мне вот что меня еще возмутило вот эти вот вырезы которые ну и посадка здесь не знаю это платье если надо шить какое-то платье футляр для какого-то но события на красное платье то в борде гораздо интереснее есть варианты я не с голландский дизайнер одежды на платье ну может быть может быть вот это вот очень интересно но на этом однотонной ткани этого ничего не видно то есть но не впечатлилась я так я же свое мнение до высказывают девочки поэтому возможно кому-то нравится вот эти два две юбки вот обратите внимание вот эта юбка с запахом и значит вот это и эта юбка мне понравилась опять же на техническом рисунке а когда я вижу то что они шире по этой выкройке у меня пропадает всякая охота шить вот смотрите нужно ну что это во первых на картинке если посмотришь там это не сборка не оборка а там это смотрится то есть на эскизе смотрится как волан это привлекает но то что получилось совсем не привлекает потому что это не волана это вот такая шторочка здесь висит и потом все вот это вот сочетание может быть в голландии так модно ходить колготки перепонки вот это вот и белая сорочка но по-украински говорят не пришей кобыле хвост короче я не знаю может быть в этом есть прелесть вот это вроде бы с такой претензии на стиль но тоже все все по отдельности и обратите внимание такая низкая посадка а такое впечатление что просто большой размер надели на эту модель и она сползло но у меня такое впечатление тут шлевки тут эти завязки тут красные колготки ну короче хотели казаться стильными наверное а вот эта юбка сама по себе интересно но тут не видно никакой прелести может потому что картинка такая фото не такое удачное но вообще на эту юбку стоит обратить внимание и джинса можно шить да вот эту вот юбку ну почему нет так это вот та юбка которыми я не впечатлила а вот то есть это из замши скорее всего да юбка карандаш джинсового типа выкройка хороша но как вот они все это представили охоту отбили шить вот это платье тоже я так и не поняла что здесь к чему вот это бахрома не знаю что то тут нагородили вроде бы ну итог абсолютно мне не понравился то же самое здесь все вот это вот обязательно надо это нагромождение сделать типа это стиль ну не знаю вот это старушечий принт на молодой девушке тоже меня не впечатляет и опять же навязали здесь не видно на картинке видно что здесь какая-то деталь отдельная драпировка типа той что мы показали в закрытой группе но там гораздо интереснее стильная такая сорочка здесь вот это разочаровывает все так но опять тот же кажется что это достойно повторения несколько раз они этот образ ну возможно так а это вот платье на запах не знаю будьте таких по моему миллион все девочки вот и все а вот что у меня еще тут убила вот это вот посадка этого бархатного платья бархатное ты не знаю впечатление что это бархат вот обратите внимание как гордо они демонстрируют вот эти все недостатки посадки и вот этот вырез и вот эти вот заломы которых я так поняла это трикотаж трикотажа вообще можно всего этого избежать легко ну а посмотришь на технический рисунок вроде бы хорошая выкройка и вот этот вырез он сейчас не то что не моде он никого не украсил вот этот вырез не знаю девочки слишком много тела что ли посмотрите какой контраст бросается в глаза то что вырез вот такой широкий головка маленькая здесь вот это тело не знаю мне это вообще не нравится но здесь мне ничего не нравится вот такая вредная единственное не нравится ботинки у них хорошие ну и дальше это вообще непонятно какая-то темень все какой-то такой скучные бле блеклые но зато они все видите улыбаются вот это вот мне понравилось как я вчера в прямом эфире сказала они счастливы и сказали улыбайтесь вот таких вот старушечек платьев молодые девушки все девочки наговорила так что еще раз спасибо бурди новый этот выпуск меня не впечатлил я не знаю наверное я и остальные не буду покупать меня еще что смутило что здесь размерный ряд 3454 я не думаю что вот такая же такой широкий размерный ряд и там выкройки будут хороши и это я не верю этому но не пробовала не знаю может быть действительно так ну девочки говорят что хорошо садится опять же это для кого как кому-то вот эти заломы это нормально кому-то не нормально поэтому но пока не пробовала не могу сказать но с трудом не верится что можно сделать выкройки вот такой вот широкий размерный ряд и они все сядут я имею ввиду в одной выкройке не верю все девочки спасибо за внимание подписывайтесь опять же на наш канал ставьте нам лайки мы хотим развиваться и хотим чтобы вы нам в этом помогли я так думаю будет польза и нам и вам и и и и и